Сегодня на Брещене открыто 569 отделений почтовой связи. Около 4000 почтальонов, операторов, водителей и других сотрудников почты ежедневно заботятся о том, чтобы письмо, денежный перевод или бандероль пришла по нужному адресу. Погасить кредит, оплатить услуги ЖКХ и операторов мобильной связи. Эти и многие другие процедуры также можно осуществить в отделениях почтовой связи. Поэтому почта сегодня – это сложный механизм, идущий в ногу со временем и предоставляющий широкий спектр услуг. Мы выделяем дополнительные рабочие места для обслуживания юридических лиц. Предлагаем им услуги забора корреспонденций в офисах, доставку организовываем, экспресс-доставку организовываем. Услуги, которые сегодня пользуются популярностью по ускоренной пересылке почтовых отправлений. Практически сегодня по всей Республике Беларусь, сегодня на завтра до 10 часов утра можно отправить почтовое отправление и вручить его адресату в такие короткие сроки. Каждый из нас ведь приходит на почту отправить какие-то почтовые отправления своим родным и близким за рубеж. Каждый из нас сегодня пользуется услугами интернет. Многие из нас отправляют денежные средства за рубеж, поэтому почта на сегодняшний день, конечно, это актуально. Сегодня брестские почтовики приготовили для гостей и жителей города приятный сюрприз. В здании брестского филиала связи прошла торжественная церемония открытия почтовой лавки. Уникальная коллекция марок, сувениры и даже возможность сделать отец календарного штемпеля на приглянувшейся открытке. Все это делает новый объект настоящей находкой для филателистов и любителей винтажной атрибутики. Впечатление очень положительное, очень эмоциональное. Здесь можно подробно рассмотреть каждую марку, можно, ну так сказать, выбрать. Каталоги лежат, лежат клейсера, пинцеты, то есть вся атрибутика коллекционирования, все это имеется в наличии. Наши филателисты, они очень щеметильные. Они когда приходят, все, каждую марочку рассматривают. Мне очень нравится с ними общаться, как бы они рассказывают историю создания, почему эта марка была выпущена. К слову, в почтовой лавке, пока единственной в республике, находится марка с изображением голубя, символом так называемой воздушной почты, которая была выпущена именно сегодня. Этот факт еще раз подчеркивает девиз почтовиков – быстрота, надежность и доступность. Несмотря на то, что современный мир переполнен информационными технологиями, а интернет становится неотъемлемой частью жизни в 21 веке, электронное сообщение никогда не заменит чувств и эмоций, которые вызывает настоящее письмо, где каждая буква излучает тепло человеческих рук. Как бы не развивались технологии, то все-таки почта уже существует более двух тысяч лет и она будет существовать. Она не уйдет с поля зрения ни населения, ни физических лиц, потому что как бы мы, ну, прогресс бурно не развивался, какие бы новые электронные сообщения не отправлялись, но все мы хотим все-таки получить частичку какого-то душевного такого состояния. Невозможно представить себе человека, который бы ни разу не пользовался услугами почты. Она поддерживает связь между людьми, дарит радость общения с родными и близкими, друзьями и коллегами, соединяет человеческие сердца и судьбы. Продолжение следует...